Всем привет! У нас тут на улице какая-то весна просто. Ну, прохладно, но такое солнце, и даже на некоторых кустиках есть почки. Не на этих. Я сейчас иду в шапке, разговариваю, вообще себя практически не слышу. Настолько она толстая, и закрывают уши. Прям плохо слышно. Я делала домашние дела там свои, и вот выбралась на почту, потому что нужно переслать женщине, зрительнице моей, которая попросила лекарства, не лекарства, а витамины. Она мне заплатила, она меня просила. Мы как-то в Египте были, я купила ей пантагар, купила ей 1, 2, 3. Меня можно спокойно попросить, если я замечу, если я увижу, я выполню эту просьбу, для меня это несложно. И мне пришли картины, о которых я вам рассказывала, когда мы вот это вот улетали в Египет, что накануне мы с девочкой договорились, и она нарисует для меня два таких холста минималистичных в зал, вместо тех, которые приходили с Китая. Вот, и они пришли. Я тоже иду их забирать. Очень-очень уже хочу взглянуть, хочу уже поменять те. Так, я пришла к маме, забрала там свои картины, дома уже посмотрим. Я сейчас с мамой сделаю небольшой обзор того, что подарила ей Марина. Вот. Еще вчера сделала такой подарок в большом пакете, я даже засняю этот момент. И бабушка передала что-то в сумке, ну, в общем, просто вместе посмотрим, потому что интересно. Так как Марина сама из Харькова, у них там в Харькове есть какой-то, то ли фабрика какая-то, то ли что. Да, вот кондитерская. То есть фабрика с лодкой, севит. Ну, здесь я почитала в брошюре не только без сахара станости, но и с сахаром есть разные. Вот что-то вот Марина оттуда привезла. Ну, показывай. Давай я. Я не знаю, что я начинал. Так, ну, эту конфетку я уже одна попробовала. Только шурчаем. Какая-то скромница здоровья. Без сахара. Да, антистресс. Очень насыщенный вкус. Я хочу сказать, она, вот, которую мы все равно покупаем конфеты. Вот эти, что? Хромчат, да. Хрючку разбуду. Да, не разбудишь, он крепко спит. Не такие насыщенные, но те более сладкие конфеты. Там финик же. Ну, здесь тоже вот состав, целый состав. Ну, тут финика нет. Они такие насыщенные, вкусные конфеты. Энергия и процедальность. Вот это класс. Это нам не надо. А чего? Это все набунные. Все набунные. Это все без сукро. Да, тебе надо антистресс. А мне, наверное, отшищение после Египта надо. Ну, это я с вами со всеми поделюсь. Да, душа? Скорее, если ты... По две конфетки в коробочке ты будешь? Нет, не по две. По три. Проверим. Ну, ладно, две. Поверимся на троих и все попробуем. Ой, батюшки. Так, ну, ладно. У нас такое не продается. И вот третье, да, отшищение. Здесь клюха, манго. Тоже какого-какого везде, по-моему, здесь было. Это мармелад, я уже вижу. Это на синячей журавлы. Это все полезный мармелад. А вот лимон и лен. Здесь годжи и клубникш. Ух ты, прикольно, как он же выглядит, интересно. А тут есть сахар? Вот тут. А тут, наверное, нету, да? Я сахар ел. Не, просто интересно. Это ж типа полезный. Сейчас, какого надо покажем? Так, как они выглядят? Ну, давай. Сейчас интересно. А я уже не поняла, мармелад с сахаром или без? Мармелад тоже с сахаром. А почему хелси тогда? Почему здорово тогда получается? Ой, как красиво выглядит. Прелесть какая у меня пахнет очень. Это какие-то детские батончики. Вот их надо размещать. Я не знаю, что можно даже детям. Так написано, что детские. Кипсы-то детям. Я не знаю. Даже детям. Даже детям. На машину детям они не используют. Почему? Потому что детям киндеры ест. За машину такой курсы. Кляки классные, смотри. У нее такая обалденная, красивая коробка. С конфетами коробка. Интрика. А, да, как картина. Ой, да, классно. Очень красиво. Если кто-то в Харькове живет, я говорю, такая коробка конфет. Классный подарок на 8 марта будет. Такая прям весельная. Ой, классно. А это что? А, это, наверное, апельсин в шоколаде. Там, наверное, сзади написано все. Что сзади написано? Ну, сзади должно быть написано, какие здесь конфеты. Какой видишь. Нет, вот это видно просто снимается. Ну, да, орешки там какие-то. То ли орешки, то ли что. Прикольно. Мы, знаете, мы как дикие. Мы, ну, мы просто вчера мы были у Самвела, и Марина много чего привезла. И что-то все так реагировало, потому что в нашем магазине такого я не видела. Именно вот какая-то харьковская продукция определенная, такая интересная. Я привозила конфеты, наподобие как вы привозили из Египта, в Азии мы чайка топили. Курагаток? Я думала, откуда у Самвела египетская конфета? Ну, и она привезла. Или сахар тростниковый в форме, такой был красивый, сердечки, цветовочки, да, прелесть. Можно где-то есть у нас, просто что мы не ищем. А я говорю, а где же вафельный торт? Помнишь, мы в этом бассане были, а ты им договорила, нет, ты рассказывала, что в Харькове, какой-то именно в Харькове вафельный торт. Я одну злою от Шахатерска видела, она очень хвалила. Я же такая, где вафельный торт? Так что вот такие у нас гостиницы от Марины, большое ей спасибо. Очень было как-то даже неловко и... Неожиданно тебе было, потому что, я понимаю, там Самвел с ней дружит, общается, к маме она приезжает в гостиницу, подарки привозит, но то, что человек привез для меня целый мешок сладостей и ребенку нашему, вообще чужому, как бы сказать, ребенку постаралась, пошла, купила мотоцикл с эмблемой ВМВ, то есть не просто там пилок, а всю дружку, а то, что ему интересно. Это очень-очень мило. Мило. Мило, трогает, приятно. Спасибо большое. И что там для деток, посмотри. Смотри, сколько? Какие батоники? Попробуешь? Да двои. Смотри, с яблочком. А что это будет? Это с яблочком, батончик, попробуй, ты же любишь яблочко. я открою, ты попробуешь. А давай я понюхаю. Понюхай, ну и вот открыть, чтобы понюхать. А, смотри, какие дружины. Это домой понесешь папе с мамой. Батоники с шиколадами. Это мармелад, это понесешь папе с мамой гостинички от тети Марина. Ты помнишь тетю Марину, что вчера была в Некре? А где синяя коробка? Нет, синяя коробка ты сегодня уже находил. Рой, да вот тебе это лучше, чем синяя коробочка. Попробуй. Давай, я тебе открою батончик. О, нет, нет. Привет. Это батон. Давай к нам сюда. Нет. Мы с мамой будем смотреть посылку. С бабушкой будем. Да не хочешь. Ну не хочешь, иди играйся в комнату. Ну, синих, иди тут. Давай, повыше. Ну что, смотри. Да нет, я повыше. Ой, ну все. Родя. Я так сварюсь. Смотри, бабушка присушится. Мокрый. Осторожно, не повреди шейку. Да, пожалуйста. Нет, бабушка. Так не надо повыше. Я так сварюсь. Нет, не надо. А зачем? Не надо уже, хватит. Лекарство уже поработало. Нет, не надо повыше. Я так могу свариться. Да ты ж тут с нами сидел. Чего ты свалишься? Кто хочешь, это сучит. Да ты не свалишься. Это бабушка Таня передала нам. Видишь? Помнишь бабушку Таню? Мы вчера ездили к ней. Это бабушки, наверное, судочек от холодца. Да, точно. Судочек от холодца. Судочек от холодца. О, там какие-то книги. Ты повторяешь? Я потом не дочу. Может, какие-то там кулинарные книги? А я так и я. А я иду. Так, подожди. Бабушка, я кто-то конкретно фаберлик высылал, потому что она передавала мне, что тоже было от фаберлик. Родя, подожди. Давай посмотрим, что здесь у нас сумки. Эта бабушка говорила, сумки для похода в магазин. В магазин, да. А как ты с такой сумкой пойдешь в магазин? Она больше похожа на сумку для путешествия на вокзале. Смотри, маленький. Ну, я даже не знаю, как сумка в магазине. Маль. Это сумка для вокзала. Она нас, по-моему, такую отправила. Еще кому-то дала. Себе оставила. И нам одну передала. Тебе нужна? Нет, мне не нужна. Я маму Карине дать. Нет, тебе не надо. Сваты приезжают. Вот это да. Вот сватам она будет. Банги они все время. Продукты передают. Продукты, да, передают Карине. Отдадим сватам нашим. Так, ой, я просила, мам, дай мне почитать. Я хочу почитать, я отдам. Это Фаина Раневская. Маль. Спасибо, бабушка, почитай. Вот еще какая-то сумка. Вот это торба конкретно. Возьмешь, а у Вильямии сколько? Нет, мне не надо, мне не есть. Возьмешь. У меня тряпичные. О, клач с павлином. Баба, дядька. Так, это у нас конечка. Это торба. Это торба, мама. Ну, это на любителя вещица. А что бабушка себе такую не осталась? Это театральная сумка. Куда у нас? Тут просто клач. Ну, этот еще более-менее. Маль. Не стой ты, мур-мур-мур. Кто такой? Тебе надо? У тебя есть такого? Нет, у меня есть. Бабушка, кстати, когда ты передавала. Но он неплохой. Потому что он весь с ними работает. Да. Я сейчас иду. Давай, давай, давай. О, вот еще. Смотри, какая. О, смотри, какая прикольная. Смотри, ты ж любишь такое. Так у меня просто их много очень. Мне столько не надо. Да ты ж ходишь на плечах. Ну, не с такими яркими. Я люблю такие. Да, ну вообще прикольно. Ну, вот эту себе возьми. Возьмите. Так я ж не хожу с такими сумками. Ходишь ты в магазин. Это в магазин. Ну, я же в ней мало положу. Ну, что сюда? Да нет, вот так вот сходить в АТБшку. Отлично. Бери себе. Карина, дай. У Карины таких толком нет. У нас еще с тобой есть. А она ходит уже с такими сумками? Ну, да. Бабушка, у меня есть вот такая вот бассейна классная машинка. Машинка, да, знаю, да. Но он и покой на бандита. Тебя есть? На бандита? Кто? Полотенце. У меня сцена была. И это дай мне дать больше. Один очки отдам. Ну, ну, ну. Ты что? Май. Май. Что за любовь? Три штуки дай. Это Кариши отдадим. Это. Еще одна. Бабушка. Бабушка. А я еще хотела Воську. А. А ты еще хотела это? Это Кариши. Да, это мамочки твои. Ой, Родь, пожалуйста, не кричи. Родь, что ты кричишь? Разговаривай спокойно. Это, наверное, для улыбки или что это? Ну, это похоже на рюкзак для спортивных. Чмаки, на руки. Это, знаешь, у нас ручка... Чмаки, давай заморозь. Такого плана в садик вещи тягает. Пересменку там. Ну, вот тоже дай, Карине. Ой, она может туда игрушки сложить. Май, давай заморозь. Машинка туда залезла у тебя. Там мороза. Ну, это холодно. Холодно. Вот это я оставлю себе. Что это, Двуцин? Подай, Двуцин. О, Радюшка. Молочко для тела. Кедры и ягод. Молочко для тела. О, это класса пахнет. Россия. Ну, возьмешь на Москва. А теперь и Дада? У меня есть. Миш, присылала твоя девочка-подписчица. Еще есть у меня целая банка. Мы пользуемся. Мур-бур, 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 мур-бур. О, бур-бурба тоже. Тебе нужна суха? Другой вкус. Тут тоже можно свахе дать. Может, сваха, если не сама, так может, кому-то даст. Там у нее тоже подруга. Да, вот просто все-то есть. А, это что? Бабушка. Пакетики? Бабушка. Это перчатки. Она, наверное, нечаянно их запала. А, огородичками золотые. Машин, вот эти вот вещи. А зачем эти пакетики? Я не знаю. Это, конечно, в магазинах одноразовые, да? Наверное, да. Тут красивые киски нам не надо. Ого, господи, какая большая сумка. Бабушка. По-моему, за эту сумку бабушка ввела. Она очень дорогая, 6 долларов стоит. Вот это? Огородички, какая большая сумка. Возьмешь себе, Родь? Ты аж сюда сам перейдешь. Господи, бабушка. Ну, что мы за волосы? Ну, что это просто какой-то бренд, о котором мы с тобой не знаем. О, кошелек, смотри. Яркий какой. Тебе надо кошелек? Нет, у меня Витчин твой. Витчин, мой мой. У меня крутой кошелечек. Ну, этот нужно... Круче моего уже не будет. Отличина. Ну, что он хороший, приличный, нянь. Я все хочу сказать Карине дай. Ну, просто что, мне не надо? У тебя тоже есть кошелек. Да и у Карины есть кошелек. Так. Лазю дальше. Это какой-то крем для рук. Баба очень модно делает обзор. Это что? Крем для рук с алоэ. Блин, вот крема для рук, крема для рук. Что-то, что, у меня уже так много дома. Ботаника тоже Фаберлик. Кто-то же конкретно прислал бабушке Фаберлик. Это вообще этот... Бальзам. Бальзам для волос, походу. Фито-депилятор. А-а-а. Я сейчас яблочко тебе почищу, помою руки. Так это же этот, депилятор. Это же крем для удаления волос. Я приеду волка-то замухивана. И я говорю, что волка, волк, он не похож на дедушку Гену. Волк похож на дедушку Гену? Да. Замутова. Это крем для рук салой, еще один. Это вообще салфетки влажные. Зачем они здесь? Бабушка как будто случайно их сюда закидала. Детский какой-то фито-шамбунь. Это народе. Естественно, роде. А тут какой-то гель для душа. Два в одном, гель и скраб. Какая-то книга очень красивая. Ух ты. Да, я вижу, она какая-то потрясная. Ух ты. Ой. Какая красота. Красивая, да? Мама еще цветы передала, потому что Самвел отдал ей вчера букет с розами. Метровые розы, их очень много было. Которые он бабушке подарил. Просто бабушке очень много было букетов, он решил поделиться. Так вот у мамы остались эти розы. Она Карине дала розы и мне еще 7 штук дала. Такие они шикарные. Они прям крепкие, такие свежие. Так классно пахнут. Прям розы обалденные. Вот теперь комнату украшают. Я все разложила, все убрала. Теперь хочу сильно распечатать эти картины. Класс. Обалдеть. Ой, какая прелесть. Сейчас посмотрите, как это будет классно смотреться вместе. Та-дам! Боже, это так красиво. Это просто так чудесно. Я еще туда свечи поставила белое и коричневое. И прям идеальное сочетание цветов. Такой минимализм. Как же это красиво. Да, здесь просто абстракция. Здесь мужчина и женщина тоже линиями нарисованы. Все это от руки. По-моему, прелесть. Блин, мне очень нравится. Еще надо будет при дневном свете вам показать. По-любому сделаю фотографию, выложу. Потому что я хотела, чтобы было что-то такое красивое в зале. Там теперь будет цветок. И телевизор. Когда перенесем его, там я уже тоже что-то придумаю. Ну и потом уже чуть позже займусь диваном. Я убрала вот эту штуку с ньюшик. Я буду уже говорить ньюшик. Потому что всегда говорил ньючик. Меня всегда исправляли. Всегда с меня смеялись. Поэтому теперь, пожалуйста, ньюшик. Перевесила пока эту штуку сюда. А потом, когда мы снимем телевизор, думаю, на место телевизора повесить ее повыше. Распечатаю новых фотографий. Потом заменим шторку. И все будет красиво. Просто мы вообще не смотрим телевизор в спальне. От слова совсем. Он бесполезен. Думаю, что мы его в зал перенесем. Он хотя бы будет включаться на какие-то там праздники или еще когда-нибудь. Но он нужен в зале. Нужен. В общем, потихонечку все преображается. Еще раз вам поближе покажу уголок. Скажу, что девочка, которая мне рисовала эти картины, я ее знаю. Очень давно знаю еще ее маленькую. Мы с ней в селе пересекались часто. Она сестричка моей хорошей знакомой, подруги детства. И мы еще вместе общались очень долгое время с Викой. А девочку зовут Яна. Она художница. И она рисует. И я просто дала клич в Инстаграм. Кто может мне такое найти? Где такое купить? Она сказала, что может мне нарисовать. Я, конечно же, загорелась этой идеей, потому что от руки это всегда интересней. Это как бы авторская работа, даже если она срисована с какого-то примера, да? И вот девочка взялась, нарисовала мне за смешную цену, как по мне. И сделала очень круто в кратчайшие сроки. Поэтому просто в знак благодарности я оставлю ссылочку на Инстаграм Яны в описании. Может быть, кто-то из вас тоже хочет нечто подобное и хочет, чтобы вам это нарисовали. Я думаю, девочка возьмётся за это и поможет вам. Ну и плюс я желаю ей развития в её творчестве. Я всегда поддерживаю таких творческих людей. Я понимаю, насколько это здорово увлекаться чем-то, делать что-то с душой, с каким-то порывом творческим и добиваться в этом успехов. Поэтому я не успехов. Кому нужно, ссылочка, повторюсь, в описании. Я сегодня себе на завтрак такую красоту сделала. Здесь шоколадная гранола, клубника, банан и греческий йогурт натуральный. Это очень вкусно. Вообще, я люблю такое сочетание фруктов с хрустящей какой-то гранолой, хлопьями. И именно йогурт. И именно натуральный, без какого-либо вкуса. Что если будет, например, какой-то там розовый сладкий йогурт, будет вообще уже не то, будет пары-бор. Вот еще в преддневном свете вам картины. Ну, я понимаю, что такое, конечно, на любителя, но мне нравится. Два вот этих рисунков взяты из Пинтереста. И мне их девочка в точности повторила. Просто мы думали рисовать вот эту картину акварелью или гуашью. То есть, если акварель, то будут вот такие вот разводики, такой вот переходик между двумя этими кружочками. А если было бы гуашь, было бы совсем по-другому. Тут надо было выбирать, и я выбрала акварель. Ну вот, я думаю, что со временем можно будет что-то еще придумать, если, конечно, мне не надоест. Я думаю, вы заметили, что в этом видео я гундосю страшно. И это такая проблема, которая у меня появляется всегда, когда я прилетаю с теплых краев или с другой какой-то страны в Запорожье. Моментально закладывает нос, моментальные какие-то с ней проблемы. И, ну, это, мне кажется, экология, потому что город сильно загрязнен, прям очень максимально. И от этого страдает нос. И я думаю, не только нос, просто что это я очень сильно ощущаю, поэтому прошу прощения за это. И меня очень часто, очень многие уже спросили за рецепты, которые были у Самвел на дне рождения. Там мама же привозила куриное, там, запеканку или, ну, как ее запеканку называть, салат и рулет. Я, надеюсь, я не забуду, я оставлю сейчас в описании все ссылки, потому что мама берет рецепты с Ютуба. Спасибо за то, что смотрели. Увидимся уже с вами в новых роликах. Желаю вам хорошего настроения, хороших выходных. Всем пока!